Ну что ж, будем и мы надеяться, что бой получится корректным, красивым, ну и в то же время бескомпромиссным. Да, у Алексея Фролова пока мы видим рекорд отрицательный. Илья Топчин обладает очень жесткими ударами руками. И вот сейчас мы как раз-то наглядно, точнее он наглядно нам это демонстрирует. Причем вот в том поединке как раз с Владом Пановом, это был очень близкий бой, еще раз вам напоминаю. Влад Панов, он представитель тайского бокса и в основном уповал на удары коленями и ногами. А Илья Топчин наоборот, сокращал дистанцию и в основном пытался действовать руками, серийно бил и местами весьма и весьма преуспевал в этом. Еще раз плотно приложился на сближение Илья Топчин. Вот раз за разом попадает Илья Топчин. И очень хорошо работает сейчас он руками. Ой-ой-ой-ой-ой, какой прямой навстречу. В исполнении Ильи Топчина мы сейчас увидели. Фронт-кик от Ильи. Идет вперед его соперник. Ну что интересно, Роман, практически идентичная у них антропометрия. Выглядит Илья Топчин помощнее. Да. Попытался сейчас выбросить хай-кик. Алексей Фролов и тут же нарвался на любезность от Ильи Топчина. Да, но вот этот клинч совершенно не надобен Илье Топчину. Он прекрасно чувствует себя на средней дистанции. А вот этот клинч, это очень энергозатратное, изматывающее дело. И вот сейчас начинают апперкоты подключать Илья Топчин. Давно пора. Бэкфист. Попал в бандаж своему оппоненту Алексею Фролов. Продолжается поединок. 20 секунд до конца первого раунда. Хорошая контратака в исполнении Ильи. Опять фронткик. Очень опасные контрудары у Ильи Топчина, конечно. Завершен первый раунд, но я думаю, его смело можно отдавать Илье Топчину. Попадал он побольше и тактически работал поинтереснее, гораздо. Иван Семеглядов секундировать своему одноклубнику. Сейчас они поменялись местами Потому что Илья Топчин Как раз в поединке выводил Итак, второй раунд Два лоу-кика сразу же Выбросил Илья Топчин И тут же два боковых Хорошая работа с вязкой, действительно Фронт-кик в голову заходит Завязались в клинче Ну вот колени в клинче как раз могут быть опасны В исполнении Алексея Фролова Ну, учитывая его тайское прошлое Ну и настоящее, в общем-то Настоящее, да Ну, прошлое по отношению к этому турниру Ну, кстати, несколько ударов коленом в корпус Просто зашли у Алексея Фролова Попытка пробить лидер-кик и вот потерял равновесие И вот все успевает Илья Топчин И пробить сериями И уйти от атак встречных своего оппонента Ну вот поменьше бы клинча ему, конечно Ну, естественно, инициатором всего этого является Алексей Фролов И вот теперь уже удалась Неплохая комбинация Алексея Фролову Еще одна двойка По печени пробивает в вепрь И фронт-кик по корпусу Оттопчено Чуть больше минуты до завершения второго раунда Да, но вот этот бой, конечно, неудобен Илье Топчину Причем примерно в такой же манере с ним как раз работал и Влад Панов В предыдущем поединке И тоже Илье Топчину претила такая манера ведения поединка Хорошая комбинация опять в исполнении Ильи Топчина Лево-боковой И на колено прям насаживает соперник Илья Топчин И приглашает его на драку Но не собирается принимать условия игры своего соперника Алексей Фролов Вертушечка у Ильи не проходит Слишком далеко И звучит гонг Ну что ж, такой вот второй раунд немножко прибавил Алексей Фролов В активности были у него удачные комбинации Но в целом можно резюмировать, что раунд как для одного, так и другого бойца Получился весьма энергозатратный И вот что покажут бойцы в раунде третьем Когда из-за расходована уже немало сил и ресурсов Раундхосток Субтитры делал DimaTorzok Третий раунд и очень-очень неприятно бьет коленями все-таки Алексей Фролов И вот этого по возможности Илье Топчину следовало бы избегать Алексею Фролову напротив Почаще использовать это техническое действие Здорово на выходе из клинч Илья Топчин пробивает И какое попадание сейчас и фронткик снова И пытается ответить любезностью на любезность Алексей Фролов То есть и канатом досталось от Вролова с коленочки Двоечка хорошая от Ильи Топчина Попадает и левым боковым Да, руками нагружает соперник Илья, конечно, по полной программе Да, ну говорил я уже, что измотаны бойцы И вот сейчас мы как раз-таки это и видим Неплохо попадание боковым неожиданно От Алексея Фролова Очень неожиданно Вот это сигнал для Али Топчина к тому, что ручки надо повыше держать все-таки Подустал Илья Но все равно вкладывается в каждый удар С намерением отправить соперника на пол Хороший джеб Такой останавливающий, жесткий Бежит вперед Алексей Фролов Натыкается на встречные удары Да, давненько, кстати, Илья Топчин не прибегал к лоу-кикам жестким Нет, вертушка не нужна Она сейчас, вот когда особенно сила на исходе И вращаться Это авантюризм Чистейшей воды Чем-то Алексей Фролов по фигуре и по манере ведения боя В отдельных эпизодах напоминает Стаса Казанцева Вам так не кажется? Ну, отдаленно если Отдаленно есть Сейчас колено заходит Заходит колено в корпус у Алексея Фролова Отличная комбинация В завершении третьего раунда И немножко повело, между прочим, Алексея Фролова После этих ударов Прекрасная концовка для Ильи Топчина Но вот кто выиграет бой? Показали оба спортсмена Основание Для России Победитель этого притинка Рик приглашается Руководитель компании ЕК Кирикова Михаил Геннадий Чиражов И глава Птичинского совета Нижегородской региональной литературы Тайского бокса Владимир Венальевич Шлепов Буквально несколько слов Владимир Венальевич Вот я только приветствую здесь, как же, благодарствую спорту всех участников, организаторов, болельщиков Прекрасный вечер Достойные бои Ну и все слова здесь сказаны на ринге Поздравить, как же, победителей Всем остальным успехов Красивых побед И всем удачи Большое спасибо, что мы снова встречаемся с вами на Нижегородской земле Ребятам-спортсменам огромное спасибо за те бои, которые они сегодня показывают Этот поединок был очень достойный Не знаю пока результатов Но, несмотря ни на все Ребятам, огромное спасибо Позвольте себе согласиться Действительно, поединок получился очень достойным В седьмом поединке нашего бойцовского чемпионата Единогласное разрешение в судьбе Победа держал боец Синего угла Из Москвы Илья Топчин Полностью согласен Разделяю Илья Топчин молодец Молодец, конечно, его оппонент Алексей Фролов, который пытался использовать Свои сильные стороны для достижения победы Продолжение следует...